Для начала у себя на задворках нашел лист металла толщиной 2 миллиметра. Это от старых советских ворот. Вот его я использовал. Разметил лист и для ровного среза болгарка использовал уголок. В итоге получилась вот такая заготовка, с которой я и буду работать. Так как сварщик я сильно начинающий, в этом месте решил схитрить и сэкономить время и силы. Не стал нарезать по кускам, а разметил, сделал надрезы с внутренней стороны до момента, когда смог согнуть металл. Согнул по форме и состыковал края. В итоге всего один шов и каркас готов. А после для надежности проварил все четыре угла изнутри. Перед тем как установить заднюю стенку, приварил перегородку камеры дожига. Предварительно сделал в ней четыре отверстия и отступил один сантиметр от задней стенки. Объем камеры дожига должен быть равен примерно 30 процентов от общего объема печи. А отверстия в передней части перегородки должно быть равняться 10-12 процентов от площади перегородки. Следующим этапом делаю так называемые форсунки для подачи горячего воздуха в камеру дожига. Сделал по бокам отверстия для труб три четверти. Нашел подходящие трубы, отрезал по размеру и просверлил пять отверстий с сверлом 5 миллиметров. На конце заглушил, сделал отверстия тоже 5 миллиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге так должна выглядеть камера дожига. Кстати, трубки не доходят до задней стенки примерно 4-5 см. Это и есть тот самый отступ в один сантиметр, который мы предварительно оставили между задней стенкой и перегородкой. Заслонку для регулировки подачи воздуха сделал отдельно под дверцей, для этого воспользовался тем же приемом, что и с каркасом. Взял полоску металла шириной 5 см, разметил, сделал надрезы с внутренней стороны и согнул по форме. Сверху заморачиваться не стал и сделал из того же металла, что и каркас, предварительно усилив проем дополнительными полосками металла. Петлю использовал от какого-то старого окна. труба дымохода у меня сотка, из нее и делал выход из печки. Так как печка длительного горения, труба дымохода должна входить в нее, а не наоборот. Это важно. Ну и напоследок сам результат. Один раз протопил и очистил от старой краски. Красить не стал, потому что мне это просто не нужно. Так же доварил каналы для форсунок, чтобы кислород попадал в камеру максимально горячий. Все размеры оставлю под этим видео. Всем теплых холодов. Спасибо, что смотрели. Пока. 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 Пока.